Сегодня в России неважно кто ты, олигарх, политик, предприниматель или просто учитель. Если ты решил бороться против системы, твоя судьба предрешена на самом высоком уровне. Я знаю, что этот подход далеко не всеми разделяется. Часть системы российской, то есть для того, чтобы, грубо говоря, не высовывайся, сиди себе тихо, даже если тебе не нравится. Сегодня мы расскажем о тех бесстрашных, которые решили обратиться к президенту РФ и поведать о коррупции, своем бесправии в этой стране, нищете и безнадежности. Она не терпит инакомыслия, она не терпит того, что кто-то хочет выйти за рамки своей ячейки, хочет увеличить пенсию или социальную выплату. Эти люди уже герои. О таком в России не каждый готов говорить в полный голос. Может, только на кухне и то полушепотом. А они на свой страх и риск решились заявить на всю страну. И что же в итоге? Любая просьба, обращение, она будет просто конвертирована в преследование. Все повторяется изо дня в день, из года в год. Они воруют, а народ все верит в хорошего царя, который обязательно придет и спасет. А ведь есть и другая, невыдуманная реальность. Царю просто наплевать. Знаете, у нас это все равно. Важен результат. Виноват не директор пенсионного фонда там в Ростовской или в Самарской области, а виновата вся верхушка, которой этот пенсионный фонд просто банкротит. Хватит верить в то, что в Кремле будут бороться с продажными политиками и коррупционерами. Ведь они их сами породили и убивать, конечно же, не собираются. А добрый царь – это миф. И люди, которым он помог, тоже. Они, наверное, создают вот этот помпезный образ всемогущего, всепомогающего Путина, и люди в это верят. Хотя теперь уже не все. Есть те, кто успел поплатиться за свою доверчивость и рьяное желание поменять что-то в своей стране, чтобы людям стало жить легче. Это натуральное издевательство. Как прожить? Вот я в пенсии 9 тысяч. Эта милая безобидная бабушка – пенсионер из Самарского края. Неля Ивановна Сироткина посвятила свою жизнь воспитанию детей. Не один год бывшая учительница физики борется не только за свое нормальное существование, но и за адекватные условия жизни всех пенсионеров России. Вы однажды, говорю, прибавили 300 рублей. Было так замечательно. Но ужасающая нищета, в которую погружены люди старшего возраста, оказалась никому неинтересна. Неля Ивановна написала письмо президенту и передала его через помощников самарского губернатора. А уже через несколько месяцев получила ответ из пенсионного фонда. Выплаты настойчивой бабушки уменьшили на 700 рублей. Неправильно, незаконно получали лишние деньги за то, что вам считали в трудовой стаж учебу в ВУЗе. А при Советском Союзе оно было именно так. Показательный пример того, как работает обращение к Путину. Вместо того, чтобы добавить ей пенсию, у нее просто отобрали именно ту часть пенсии, которая и не разрешает ей получать социальную помощь, а с другой стороны разрешает ей жить на кусочек хлеба и два яблока с молоком. Сейчас пенсии у бывшей учительницы 6200 рублей. На соцподдержку гражданка Сироткина рассчитывать не может. Узнала про речный минимум, он на 500 рублей меньше. И ситуация с пенсионеркой, которой урезали пенсию, напоминает анекдот про Ленина, который разозлился на девочку, которая у него просила многого, и забрала шарфики, пальтишко, и вообще чуть-чуть не повел ее под расстрел. Но пенсионерка не теряет надежды и ждет новой линии с президентом. Вопрос на повестке все тот же. Пожилые тоже люди и хотят жить, а не выживать. Почему вообще удивительно пенсионный фонд связался с нищими-то? Господи, что мы им тут такое сделаем? Конечно, я не верю, но неважно, думаю. Но сейчас уж, собственно говоря, мне только смерть угрожает, можно и не заниматься. Кремль чувствует опасность материальных претензий к себе. И для того, чтобы подавить их еще в зародыше, правительство использует такие точечные репрессии, которые должны показать всем. Поднятие подобных вопросов чревато. Пойти на уступки к какой-то бабушке, это значит, что власть вообще никто. Ее начнут презирать. Она боится сугубо материальных вопросов из холодильника. А у нас на связи сейчас космодром Восточный. Как и пенсионерка из Самарского края, прямой линии с президентом РФ ждал и этот человек. Четыре месяца мы не получали зарплаты. Это Антон Тюришев, рабочий со стройки века в РФ, космодрома Восточный. Главная стройка страны. Ведь именно отсюда, из этого огненного кольца, так оно будет называться, должна стартовать ракета-носитель «Союз-2» с тремя спутниками на борту. Но миллиардный долг работникам компании заставил этих людей не гордиться своей работой, а пойти на крайние меры и пожаловаться президенту. Видя безразличие к нам, мы уже отчаялись и просто таким оригинальным способом решили обратиться напрямую к вам. Президент обещал разобраться и помочь. Антон Иванович, значит, мы с вами возьмем это под двойной контроль. Вы на месте, а я вот здесь, из Москвы. Но, видимо, президент в Москве решает не все, ведь деньги строителям так и не выплатили. А самого Антона Ивановича и вовсе арестовали. Задать свой очередной вопрос Владимиру Путину и получить на него ответ Антону Тюришеву не удалось. Как сообщают наши корреспонденты в регионе, задержанный готов объявить голодовку. Антона Тюришева арестовали в Уссурийске за якобы использование ненормативной лексики в общественном месте. На деле же местные власти просто узнали, что строитель собирается опять задать тот же вопрос, так как проблема с зарплатами так и не была решена. Какие-то региональные церкви, они боятся правды и обнародования себе, и поэтому это все происходит. В свете событий последних я хотел попросить вас, чтобы я лично вам доложил о последнем выплаченном рубле. Хорошо. Арест Антона Тюришева как нельзя лучше показывает продуктивность работы административной машины, когда человека просто раздавят, показывая тем самым, как делать не надо. И для того, чтобы все их не начали задавать, они репрессируют показательно тех людей, которые первыми поднимают. Это преследование этих несчастных россиян, все это организует местная власть. А опять же, почему это? Потому что это является глобальной частью российской системы, коррупционной прогнившей, которая Путиным создана. Обращение к президенту, прямые линии с первым лицом государства РФ. На самом деле президент РФ как никто боится прямых вопросов и реальных людей. В общем, я так понял, что вам дела так представили, что все идет по плану. Возможно, сегодня из-за всех этих преследований и арестов главному в Кремле уже никто и не решится задать неудобные вопросы. И даже может не из-за боязни за свою жизнь, а просто из-за понимания того, что все равно ничего не решится. А пока Курск. И снова желание молодого специалиста изменить что-то к лучшему в своей стране. Ольга Ли. Депутат Курской областной думы с пятилетним стажем. Хотя самой нет еще и 30-ти. Вундеркинд местной политики. Главред газеты «Народный журналист» Ольга активно борется с коррупцией. Наши публикации фактически, как говорят юристы, готовы уголовные дела по многим, в общем-то, преступлениям. Но, как любят говорить в России, не тут-то было. Все началось с ее обращения к президенту России. За вашим бездействием, господин президент, последует противодействие. Сегодня даже те, кто под влиянием пропаганды не любит Запад, еще больше ненавидят поддерживаемый вами произвол прокуроров. В интернете эту запись посмотрели миллионы человек, среди них и местные депутаты, которые подобного молодой выскочке, как они ее именуют, не простили. Жалко вас, честно. Двое детей. Ну, туда вас вас в пунктах заводят. Но вы подумайте хорошо даже о будущем детей. Прозвучало, как угроза. Но Ольге и к этому, к сожалению, не привыкать. Первый раз стреляли, второй раз подрезали шланги тормозные на машине, третий раз этой зимой буквально возле офиса просто человек выскочил, прижал меня к машине, там, сзади с ножом или с чем-то. Но вместо того, чтобы искать нападавших или заказчика преступления, на молодого курского депутата завели уголовное дело. Возбуждено уголовное дело, поэтому это, мне кажется, и есть ответ со стороны администрации президента в том числе. Хотя так в России происходит не со всеми. Мы все наши инициативы направили в правительство, но, к сожалению, сегодня никаких изменений нет. Знакомьтесь, это Анастасия. Девушка, которая не боится задавать самые, казалось бы, каверзные и прямые вопросы самому президенту. Владимир Владимирович, мы хотели к вам обратиться, попросить, вот дайте поручение такое, как вы умеете, чтобы, наконец, отстали от Вологодского завода. Но, в отличие от Ольги Ли, из Курска на нее не открываются уголовные дела. Анастасия, вы меня все время расстраиваете. Как вы поднимаетесь, я чувствую, что что-то вы сейчас такое скажете. Он шутит и признается, что уже начинает побаиваться бойкую девицу. Но, на самом деле, все это игра на публику. И у каждого в этом шоу своя роль. Например, у бедной Насти показать, что Путин не боится даже самых каверзных вопросов. И что ответил Путин? А все меня о чем? Ну да, мы знаем, будем делать, работаем. Нет конкретики в этом. Люди оказались заложниками системы, которая готова к уничтожению любого инакомыслящего, решившего выступить против нее. Реальные вопросы, которые касаются каждого в стране, власть не интересует. Ведь в Кремле их попросту решить не могут. Поэтому действуют по старинке. Что они сделаются, п**лые? Убивать надо вас, с**ки! С**ки!